Всем привет! Сегодня у нас будет небольшая болтавочка. Параллельно с этим я буду делать уроки. Дело в том, что у меня сейчас так завалена уроками этими, что просто-напросто делать мангу у меня не хватает совсем времени. Я бы очень хотела сейчас что-нибудь, допустим, поклинить ту же самую мангу, но, к сожалению, надо готовиться к сдаче проекта. 11 числа мне нужно будет сдать эту штуку, которую сейчас как раз я буду делать. Так, Replace. Секундочку. Нужно найти нужную мне картиночку в Inspiration. Какой имя файла? Скремы. 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 Один. О, у меня такого и нету. Такой картиночки у меня здесь нет, да? Ладно, окей. Replace. Или все готово? О, он нашел все. Все супер. Он нашел вот эти картиночки, которые у меня отсутствовали. Все, теперь можно начинать это самое. Уже работать с шариками мороженки. Значит, у нас задание сделать веб-шоп. Сейчас попробую в него войти. Как называется? Shopify, Shopify. Господи, по-русски пишу. Покажешь, вообще. Shopify. Не помню. Ну, .com, наверное, да? Shopify.com. Ага. Оно. Надо бы еще сейчас помнить свой пароль, какой я там записывала. Не, не надо это. Где логин? Там было, я только что видела, логин. А теперь не вижу. Что за... Почему так сложно? Давай мне обычный Shopify без всяких вот этих вот. Без всякого вот этого. Вот он, логин. Что-то мне лагает компьютер. Видимо, то, что видео начало записывать. А как вот это вот называлось? Интересно, конечно. Так. А я знаю, где это можно найти. В письмах. Да? Или нет? Или я была Даша. Даша. Пункт Woman. Woman. Может быть, так было? Next. Есть такое? Ну, такого нету. Well, let's store address ends with my Shopify. Давай вот так, наверное, будет. Пункт myshopify.com. Пойдет так? Нет, не подходит. Так, давайте доискать письмо. Это было у нас... ВГ. Нужно найти. ВГ. Так, ищем. Политик. Абгалопрезентацион. Сиди. Копридизайн. Митровая. Вот это вот оно. Даша Бухшоп. Надо писать. Вот. Даша Бухшоп. Вот так мы называем. Шоп. Вот так. Правильно? Неправильно. А что делать? Так, ладно. Может быть, тогда вот это вот убираем. И получится вот такое. Точка ком. Я не знаю, что делать, ребят. Так, ладно. Ну, ладно. Тогда просто-напросто не покажу. А, блин. А если я кликну сюда? Я надеюсь, там ничего не сбросится у меня сейчас. You're in... You already created an account. Ну, это понятное дело. Так. Log in. E-mail. Давайте e-mail. Напишем. E-mail. Там у нас использовался мой школьный. То есть, это получается Dasha.Lenic. Его можете спокойненько самосписывать. Я им все равно не пользуюсь. Чисто он для школы. Дальше. Что там? О, господи. Buhman.shule. Next. Пароль. Во. Теперь надо пароль придумать. Не придумать, а вспомнить. Попробуем вот такой. Получилось? Получилось. Я молодец. Я вспомнила пароль с первого раза. Это просто чудо какое-то. Так. Не сохраняй. Ой, надо было сохранить. Даже я сдумать сижу. Они там. Ладно. В общем, да. Вот онлайн-шопинг мой. Дело в том, что мы сначала сделали задание newsletter. То есть, письма вот эти вот, которые вам на почту приходят. И их я сделала в стиле нашей группы переводчиков Игнес. То есть, что мол, это ребята, все круто. У нас открывается новый шоп. И пожалуйста, заходите. Ну, в общем, просто-напросто создать такое письмо, которое на почту приходит. Мы его как бы красивенько оформили. Ну, это задание мы закрыли, сдали. И потом следующее задание. Нам нужно сделать реально веб-шоп на ту же самую тематику, что мы писали newsletter. Если бы я знала, я бы выбрала какую-нибудь другую тему. Потому что сложность в том, что здесь нужно задание есть, присутствует такой пункт, что нужно сделать четыре разных категории товаров. И в каждом из них по три товара. А у нас, как переводчиков манки, товаров как бы и нету, да. И вот я, короче, сдуру теперь это самое. Должна искать какие-то товары, придумывать, которые подходят к нашему шопу, которые подходят к нашему магазину. И да. Ой, на сей момент я придумала вот этот самый наш магазин, этот журнальчик. Один веб. Какой, господи? Не веб, а одну бета-версию мы выпустили. Она находится на читалке. На нашей читалке. Слушайте, она есть на нашей читалке? Я не помню, заливала это или нет. Но она есть точно в Группл. Если вы в Группл посмотрите в селф-манге, селф-манга, да, сюда вот ее нажимаем. И ее, господи, как ее найти? Любимая, ждем продолжения. Пока бросил. Я свою мангу поставила. Вот журнал Игнес. Вот она. Я поставила ее в закладке. Я молодец. Вот. Это у нас как бы бета-версия. Это чисто здесь стоит как в виде рекламки того, что мы как бы ищем людей, которые могут нам писать статьи различные. Так что да, если вы тоже хотите участвовать в данном проекте, вы умеете нормально писать статьи, такие хорошие статейки, какой-нибудь текст, рецензии различные, да, почитайте, пожалуйста, вот эту вот бету-версию и это самое. Напишите нам, в какой бы рубрике вы бы хотели там у нас поработать. Я называю это реальной работой, потому что я планирую этот журнальчик сделать хорошим журнальчиком. Я уже не буду его в таком убогом виде делать, конечно же, как он здесь выглядит. Я его сделаю более-менее такой, ну, реально, ботно журнальчик похожий. В конце концов, хочусь на этого дизайнера, да, и все эти вот оформления журналов у меня тоже присутствуют. То, что здесь, вы видите, это еще как бы до того, как я начала учиться. Вот это вот все сделано было до того, как я начала учебу эту мою. Вот, это у нас как бы редизайнерная обложечка, редизайнерная обложечка. Теперь мне нужно еще сделать номер второй и как минимум номер третий этого самого журнала, да, то есть придумать уже на два издания вперед. Дальше еще вторая категория товаров придумала, это посткарты на этой самой, ну, почтовые карточки. Я пока еще ее не распечатала, но, в общем, да, выглядит нам в таком формате это выглядит. Это я сделала еще в прошлом году, где-то в июне, 2019 год в июне. Вот, опять-таки, нужно три штуки. И теперь я буду делать тоже это самое, такой же самый вид карточки, но плюс будет еще, тут как бы стоит сложность легкая, потом будет сложность medium и сложность hard, да, то есть как бы это ice cream checklist, это, кстати, я неправильно писала, я смешала английский с немецким, и получилась вот такая вот неразбериха. Мороженое по-английски пишется по-другому, я только недавно это осознала. Ну, в общем, да, вот это тоже апгрейджу, сделаю. Так что сейчас я буду краски вот этим морожененьким заниматься. И третий продукт, третья категория, нужна еще четвертая категория, категория. Третья категория, это у нас наушники. Дело в том, что мы в том году делали упаковку, и я сделала упаковку для наушников. Вот такие вот штукенции. Сейчас, смотрите, нет, вы, наверное, плохо видите. Сейчас, лицо. Вот, такие вот, такая вот упаковочка для наушников. Да, такая упаковочка для наушников. Она, везде тут все написано, прям как и надо, да, как будто реально настоящая такая упаковочка для наушников. Ну, это все, конечно, тоже муляж, это самое, я его продавать, в принципе, пока что не собираюсь, да, потому что мне, на это все время, времени не хватает. Плюс ко всему, чтобы вот такое продавать, тут нужен этот самый прибор, который хорошо вырезает эти вещи. Я его, в принципе, я хочу его приобрести. Вот еще второй вид такого наушника, такой упаковки, то есть, как бы, два, две упаковки у меня есть, нужно еще третий. В принципе, третий у меня есть. У меня тут это самое, я когда создавала эту упаковочку, я делала разных животных, то есть, как бы, вот эта вот панточка у меня есть, у меня сиамский котик есть, кстати, говоря, он без носа, я забыла нос ему включить. Этот самый, сейчас покажу его без носа. Вот он, безносенький мой сиамский котик. Вот, и третий, это у меня такой рыжий кот получается. Рыжего кота я уже тоже сделала. Единственное, что ему нужно распечатать. Плюс ко всему, я еще не придумала, какого цвета будет коробочка, но я думаю, какого-нибудь такого бирюзового будет цвета, потому что к оранжевому, рыжему коту, мне кажется, бирюзовый нормально придет, такой слегка более сильноватый такого цвета. Хотя, в принципе, у меня тут и синий этот, я не знаю, может, конечно, какого-то другого, типа розового. Ну, в общем, я пока не знаю. Вот. Да, кстати, у этой штукенции, у этой коробочки, у меня есть еще одна, еще не собранная версия. То есть, а, слушайте, я с этой стороны не сделала, ничего не написала. Там, по идее, с другой стороны надпись небольшая есть еще, там про парочку, факт из Википедии про это животное. Вот, что я еще придумала. Вот, далее что? С этой стороны. Это у нас коробка, как она выглядит в неразрезанном еще виде. А внутри у нас превьюшка, вот это вот превью, типа, что будет в следующей серии. Так сказать, это у нас серия животных. Да, потом будет серия там еще какая-нибудь, там новогодняя, хэллоуинская и так далее, и так далее. Но это так, пока что просто, опять-таки, все. Планы, планы. У меня планов и идей много, а реализовать все их нету времени, не хватает рабочих рук. Вот, так что, если вы вдруг по манге, это самое, по статьям, по статьям, по журнальчикам хотите мне помочь, я буду очень-очень рада. Вот. Так, это вот что нужно сделать. Дальше мне нужно еще придумать четвертую категорию. Я так думала, что сделала что-то в воде этих купонов, да, там, допустим, ну, денежный купон на, допустим, на мои дизайнерские услуги. В принципе, как товар там можно выставить, там, четыре разных вида. То есть, получается, купон на пять евро, купон на десять евро, пятнадцать, двадцать евро. Ну, не знаю, как это нормально будет, не нормально. Ну, посмотрим. И последнее, что нужно будет сделать, это вот такой небольшой слайдер. Ну, где там будет какая-то самая, ну, какой-нибудь, короче, какой-нибудь слайдер красивый для этого веб-шопа сделать. А все остальное, в принципе, уже готово. То есть, все вот эти вот пунктики, со всеми этим, как они называются, private policy, по-английски, impressum, agb, это с немецкого языка. Ну, короче, все эти, знаете, большой такой текст, потому что мелким шрифтом пишется. Это все уже написала, все уже сделала. Даже блог сделала. У меня есть блог здесь. То есть, я просто-напросто копировала одну статью из своего сайта digdes.info. Да, digdes.info у меня. Хотя говоря, этот сайтик мне придется потом переименовать, потому что есть такой сайт, называется digdes.ru. И они тоже занимаются дизайном, а я только недавно об этом узнала. И мой digdes.info, возможно, сможет в дальнейшем будет какие-то конфликты из-за одинакового названия происходить. Так что да, скорее всего, я digdes переименую как-нибудь. Ладно, уже много болтаю, а делаю мало. Я, видимо, просто давно уже не болтала, все, что-то делала, делала, делала. Так, какие мне нужны мороженки? Мороженки. Список мороженки. Это у нас уже сделано. Так, кофе. Кофе, апельсин, банан, вудруф. Вудруф. Была такая игра вудруф. Вудруф будет у нас выглядеть. Давайте вудруф сделаем. Вудруф у нас примерно такой должен быть, да, выглядеть. А это у нас кто? Ты у нас, наверное, мятный вкус, да? Так, секундочку. Да, это у нас мятный вкус. А как я вудруф тогда сделаю? Вудруф это такая трава, по-немецки вальдмайстер. И мороженку из нее тоже могут делать различную. Давайте на такую зелененькую сделаю. Пускай вот это будет вудруф, что ли. Ну, это самое. Я пробовала уже такое мороженку. Мне понравилось, в принципе. Так, кофе. А это что такое? Я вот над этим работаю сейчас. Так. Так, над чем я там работала? Вот над этим, что ли? Ага, вот над этим работала. И что, я его сделала? Я его почти что сделала, да. Так, это у нас кто по вкусу? Это у нас по вкусу блубери. Блубери. Голубика. Осталось только цвета нужные поставить. Это будет беленьким. Это будет беленьким. Это тоже будет беленьким. И вот это будет беленьким. Так, смотрим, как получилось. Ага, еще тут два куска. Я их не заметила. Так, В. Вот это ты будешь у нас темненьким. И ты у нас тоже будешь темненьким. А, красота. Красотыща-то какая. Давайте вот это тоже сделаем таким уж беленьким. Вот. Это у нас получается уже голубика. Следующая Вудруф. Вудруф поехали вот там вот делать. Господи. Ах, лагает. Сильно лагает. Так, значит, что я там хотела сказать? Значит, во-первых, у нас сегодня понедельник. 3 февраля. Сейчас, секунду. Напишу. Блубери. По-моему, так пишется. Да, по-русски пишу. Конечно же. Блу-бери. Вот так. И сегодня у нас каникулы у меня на самом деле. Это у нас будет Вудруф. Вуд-руф. Хотя Вудруф это раньше квест такой был. Вудруф. Я когда маленькая была. Ну, то, что маленькая подростка, наверное, очень эту самую эту игрушку любила. Там этот квестик про мальчика маленького, которого случайно... У которого украли отца, учёного. И во время этой кражи там что-то там произошло. И его, этого мальчика маленького превратили в большого мальчика. То есть, как бы он по виду взрослый, а по мозгам всё ещё маленький мальчик. Вот. Ну и вы там ходите, пытаетесь как-то там это самое спасти. Не то, что этого самого учёного этого, да. А больше, наверное, саму социалистическую систему, в которой они там с ним живут. Вот такая вот игрушка. Ну, интересненькая. Смешная тоже. Так. Вот такого цвета у нас будет. Нет, не такого цвета. Давай сначала такой надо поставить цвет. Потом. Где этот инструмент? Почему-то в школе по-другому инструмент расположено. А, ну да, в школе они там в два ряда сделаны. Ох. Пока найду. Градиент. Где у нас градиент? Вот в упор не вижу, честно. Здесь нету. Здесь вряд ли. Я вот не вижу градиент. Где у нас есть градиент? Вот он градиент. Господи. Почему он так далеко убежал? Вот. Что я дальше хотела сказать? Вот так вот. Все, я запуталась. Так. Берем эту штуку. Цвет такой. Это тащим. Тащись сюда. Ты уходишь. Ты сюда. Все. Супер. Еще разок. По-моему, эта самая штука съехала. Да, эта штука почему-то съехала. Хватай. И сюда. Все. Супер. Так. И возвращаем его на место повыше. Так. Так вот. Значит. У нас сейчас каникулы. Я во время каникул. Ну, как каникулы, да. У нас как бы зимние каникулы на нашей земле в Германии, в Нидерзаксоне, в Нижней Саксонии. Они длятся аж два дня. Плюс, конечно, идет еще суббота, воскресенье. То есть, это уже, получается, четыре дня, да. Аж с четыре дня получается. И, да, за эти пару выходных я только делаю, что училась. То есть, сама могу я до сих пор ни разу не села. И сяду ли, честно говоря, не знаю. Скорее всего, нет. Потому что, как видите, занимаюсь еще вот этим проектом. Нужно, то есть, там, товары какие-то странные сделать, да. Придумать быстро-быстро на ходу. Потом, после этого еще мне нужно очень прям такое срочное дело. Это найти практику. Практика у нас начинается в марте. 2 марта уже, по идее, нужно пойти на рабочее место на практику. Но, да, у меня что-то с этим пока что не складывается. Я посылаю пока что письма. Но, на самом деле, я очень поздно начала все это дело писать. Так что, это частичная моя тоже вина. То, что я, возможно, так поздновато спохватилась за все это дело. Ну, знаете, мне тоже там времени не хватало. То одно, то другое, то манго, то еще что-то. Да. Говорок, конечно, полно. Почему я что-то не делала. Так, как получилось? Получилось почти прекрасно. Только вот эту штуку плохо видно, да. Вудруфа нашего. Вот. И далее. Далее у нас идет еще урок, опять-таки, следующий. Это у нас, господи, тоже вот с этим учителем, который здесь делал имидж-брошюры. Вот, вспомнила. Имидж-брошюры. Это у нас было на выбор три тематики. Фитнес-студио. Какой-то там алкогольный, этот самый дорогой магазин. Либо отели с этим, со спа-наклонностями, да. И нужно было найти какую-нибудь картинку в интернете и сделать, так сказать, имидж-брошюрку об этой фирме. В принципе, я ее уже сделала. Кстати, у меня, в результате, это здесь лежит. Даже показать могу, представляете. Саму-брошюрку сделала, но, но, помимо того, что нужно сделать товар, да, саму вот эту штуку-брошюрочку. Давайте побольше рожу свою сделаю. Вот. Помимо того, что нужно сделать такой товар, такую-брошюрку, нужно еще сделать документацию. То есть, почему я выбрала такой шрифт, да, что это за шрифт, какого он размера. Какой стиль этого шрифта и так далее. Потом, какие дополнительные элементы, там, допустим, здесь у меня, ну, каков, три столбика, все это делается, да. Потом снизу, какие элементы я использовала, какие там цвета я для шрифта использовала. К счастью, я никаких дополнительных таких особых элементов не делала. То есть, там, ну, без этих, там, треугольников, без этих, там, полосочек. Я просто решила, что это такой, как бы, отель, ну, сеть отелей, она довольно-таки крупная, такой, как бы, люксус-класс. И я решила, что у них, как бы, их фишка будет в том, что они, это самое, так, чистота, да. Чем чище, тем лучше, чем меньше всяких лишних элементов, тем лучше. Типа, фотографии говорят сами себя. Что-то в этом духе. Вот. Ну, в общем, да, вот эту штуку надо тоже документацию, все это дело написать. И саму документацию тоже нужно красиво оформить. В прошлый раз мы писали документацию. У меня она, наверное, не здесь, да. Она у меня в какой-то другой папочке. Короче, там страниц 15, наверное, да. Короче, либо 15, либо около 20 страниц там у меня уже было. Документацию писали. Ну, конечно, здесь будет поменьше документация, но все равно это там, ах, столько работы. Следующая работа, которую нам нужно сдать к концу февраля, это у нас, как сказать, подделка, так сказать. В общем, выбираешь любую фирму, находишь в интернете. Давайте сейчас найду, какой у меня следующий сорт, надо мороженки делать, а то я что-то кручусь, ничего не делаю. Так, оранж, оранж, значит, кофе, кофе, банан, оранж, апельсин, вспомнила, наконец-таки, по-русски. Апельсинка, вот у меня апельсинка, да, оранж готов, кофе готов, лимон готов и мне нужно еще банан. Какого цвета у нас будет банан? Где у нас лимон вообще? Вот это у нас лимон. То есть, если я сделаю банан вот такого цвета, более нежного, не такого редкого, то будет нормально, да, думаю? Давайте. Я даже, наверное, сделаю... Нет, не буду так делать, ладно. Так, называем это банана. И поехали делать банану. Так, что я там говорила? А, то, что да, у нас еще следующий урок, это у нас подделку делаем. То есть, мы находим какую-нибудь фирму. Какую-нибудь фирму, у которой есть в интернете Style Guide. Style Guide это какого по-русски будет, наверное... Я смотрела, как это по-русски будет. Короче, там написаны все вот эти правила, как фирма хочет, чтобы их логотип был расположен... Ну, не только логотип там. Ну, короче, как должен быть расположен их логотип, как должен быть расположен их шрифт, какой шрифт можно применять, когда вы создаете какие-то брошюрки к этому... к этой фирме. И все в таком духе. Так, давайте пониже немножко это дело сделаем. Так, и мне нужен вот такой нежный желтенький цвет. Его мы тащим сюда. Ты уходи, ты сюда. Хорошо. Опять потеряла градиент. Вот он, господи. А, нет, все верно. Вот так вот. Чуть-чуть пониже вот так вот. Все. Вот, значит, в принципе, саму брошюрку тоже там сделала. Там можно сделать... Ну, короче, помимо того, что нужно сделать брошюрку... Нет, давайте по новой начну. Значит, эту фальшивку делаем. Находим, значит, эту фирму, в Style Guide, где прописаны все вот эти вот пунктики, что конкретно где должно стоять, да, допустим, какой цвет можно использовать, какой цвет нельзя использовать, какие... Как можно логотип изменять, как логотип нельзя изменять, какие цвета можно логотип применять, какие нельзя, какой шрифт должен быть во время, когда вы пишете саму брошюрочку, все эти самые... Какие виды фотографий должны присутствовать, ну, можно использовать, да. Допустим, я взяла фирму 1&1, это у нас 1&1, интернет-провайдер, да, и к этому, к фирме нужно было придумать какой-нибудь ивент, и типа вот эта фирма устраивает этот вот маленький ивентик, а мы должны сделать для этого ивента пригласительную карточку, открытку пригласительную, любого формата, плюс брошюрку с программой, что будет конкретно на этом ивенте. Вот, я, в принципе, с этим... с карточкой и с брошюркой уже готова. Я, наверное, единственная, что уже и с тем, и с тем готов, потому что весь основной мой класс работает только-только над этой, над самой карточкой, над пригласительной карточкой, а программку, брошюрку, программку они еще даже не начинали. Но я, как считай, работаю быстрее всех, это уже привычку вошло, так сказать, ни для кого не удивительно уже так давно, что я работаю быстрее всех. Вот, и ко всему этому нужно, опять-таки, сделать документацию, вот такую длиннющую, опять-таки, документацию. Здесь уже надо будет реально такую подробненькую документацию писать, да, там, что, да, когда, почему, там, что вы где нашли. Ой, да, короче, если я уже начинаю спариться, то посмотрите уж, как парятся мои одноклассники, да, потому что, если я делаю все быстро, то как чувствуют себя мои одноклассники, которые делают намного медленнее меня, да, если я уже запарилась этой учебой со всеми этими терминами непонятными. Ну, конечно, больше всего мне сейчас парит эта практика. Нужно найти какое-то место для практики. Ой, а я все никак не это самое. Не соберусь нормально с мыслями и не могу позвонить. То есть я пока что все места, которые я испробовала, я всем им писала. Это самое такое, письменным, как называется, бумажными, так сказать, письмами я не писала, я писала в электронном виде. Вот. И, наверное, так и продолжу в том же духе, потому что что-то мне смелости звонить так и не появляется. Вот вы думаете, что я, допустим, так болтаюсь могу, хорошо, да, но как только начинается это самое, заходит дело опозвонить, о чем-то серьезном поговорить такое с людьми, которые будут решать, взять меня или не взять, да, послать меня или не послать, вот тут я начинаю уже, это самое, паниковать и не хочу ничего делать. Так, давайте это потемнение немножко сделаем, чтобы его было видно. Тебя, наверное, сделаем посветлее. Упс. Так. Тебя сделаем белым пятном. И тебя тоже сделаем белым пятном. Вот это тоже сделаем беленьким пятном. И вот это. Да-да. Все. Вот. Это у нас банана, да? То есть банана у нас тоже готова. Банана готова, оранж, апельсин у нас готов. Кофе готова. Хазельнут. Или хейзелнат. Хейзелнат, наверное, да? Хейзелнат. Кто у нас хейзелнат? Это у нас кофе, да? Хейзелнат. Это кто у нас? Ты кто у нас? Шоколад, наверное. Шоко. Ага. Я еще не рисовала хейзелнат. А как у нас выглядит ореховое мороженое? Какого оно цвета должно быть? Вот это у нас лесной орех. Ой, лесной орех, господи. Грецкий орех. А мне, как раз, нужен лесной орех. Ну, может, в принципе, его и возьму. В принципе, мне кажется, там одинаково должно быть. Да, значит, лесной орех остался. Блудбери есть. И Вудруф есть. Все, лесной орех и последний. И можно будет это дело заканчивать. Так, поехали. Последний, последний шарик мороженого. Хейзелнат. Хазелнут. Ой, господи, потеряла его. Буду вот такой. Так, ручка, перо. Делаем вот такие вот. Ой, а что-то так квадратно получилось. Вот, более округленный. Сейчас, секундочку. Продолжим болтать. Вот, значит, у нас, значит, каникулы. Я уже об этом сказала. Значит, в этих каникулы остался последний день каникул. Завтра. Завтра я буду делать, скорее всего, вот этот, подготовлю к наушникам вот эту вот штучку, упаковочку третью. Потом мне это дело нужно будет распечатать в школе. Когда распечатаю вот эти посткарты плюс наушники, я возьму еще фотик из школы, пофоткаю все это дело красивенько. У меня, в принципе, вот эти вот два, две коробочки этих наушников, они у меня уже сфотканы. Но мне нам осталось еще третьего что-то сделать. Далее, далее, что там у меня там какие-то еще категории были. А, журнальчики, журнальчики. Вот, наверное, завтра я еще буду сидеть над журнальчиками, потому что надо придумать темы, какие там будут якобы в следующем номере, да, в следующих двух номерах даже. Вот, и я надеюсь, все-таки, да, наверное, все-таки и журнальчик тоже, вообще-то, да-да-да, начнем заинпедаться. Я надеюсь, что я тоже журнальчик сделаю в виде, как это называется по-русски, шаблончик такой сделаю, распечатываю шаблончик и тоже его красиво сфотографирую. Чтобы он просто не таким плоским здесь был, а чтобы он реально был похож на книжечку. Возможно, какой-нибудь мокап сделаю. Хотя говоря, это самое. Мокапы, как делать мокапы, я как-то снимала видяшку. Я делала мокап для портфолио своего и до сих пор не выложила его. В смысле, я видяшку это сделала, но не выложила до конца. Я тоже надо будет как-нибудь обработать и показать. Думаю, что многим будет интересно, как можно делать самому мокап. Так, это будет у нас такого цвета. Ты цвет идешь сюда, ты уходи. Что-то какой-то некрасивый цвет получается. Давайте вот такого, может быть, все-таки коричневеньким сделать. Светло-коричневенький. Вот. Иди сюда. Ты иди сюда. И где опять? Вот он. Почему я постоянно его теряю? Возад. Тащись сюда. Надо потемнее немножко сделать, потому что ничего... Толком не видно этот блеск, потемнее делаем. Вот такой вот образом. Возвращайся на место. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, далее выключаем вот такой режим. Точнее, включаем такой режим. И поехали вырисовывать орешки. Тут, в принципе, точность на рисование. И рисование не обязательно, потому что... Ну, все-таки мороженое, оно рандомно накручивается, да? Кстати говоря, тут пока эти штуки делали с мороженкой, я заметила, что у них есть фотографии мороженки. Идентичные абсолютно. Вот это вот, допустим. Вот на какое-то лицо похоже. Вот это раз глаз, это два глаз, это вот такой ротик. И здесь тоже так раз глаз, два глаз, ротик. И вот это вот третье оно будет. Сейчас кофе, по-моему, да? Давайте кофе выключим. И вот то же самое. Просто, ну, просто оттенок немножко другой сделали. И вот эти вот тоже две, даже три. Вот этот, этот. Сейчас After Night надо выключить. After Night, наверное, вот этот. Вот он, да. Вот это пятно, вот это пятно и вот это пятно. Они все одинаковые. То есть, эти три шарика, они тоже одинаковые. И я так полагаю, что-то еще есть, конечно, куча одинаковых. Но, ну да, в принципе, хорошо поделать. Зачем снимать раз, ну, как бы мудро на каждого сорта найти такую мороженку. Ну, и потом в фотошопе их обрабатывать, вырезать там красивенько, да? В общем, да. Гораздо проще сделать это самое. В фотошопе немножко изменить цвет. И вуаля, у тебя уже другой сорт мороженого. Правда, это самое, было бы лучше, если бы они так близко друг к другу не располагались. Допустим, если бы это стояло бы где-нибудь здесь, а вот это, допустим, где-нибудь тут, да? Ну, короче, немножко подальше друг от друга их разбор. Давайте я немножко, кстати, перерыву свой разговор. Дело в том, что я там начала уже говорить вторую тематику, там, то, что получили мы в пятницу, то есть, 1 сентября, аттестаты. И там у меня две такие оценочки, которые меня, как-то, немножко удивили. И про них я хотела рассказать, но я пошла там в какую-то стезю, начала там уже гнать на немцев, то, что это самое, то, что... Я получила на оценку, ну, на 1 балл больше по немецкому языку, как бы, что очень для меня удивительно оказалось. И я там давая рассказала про свои, то самое, как и про свои прошлые оценки, про то, как все немцы к иностранцам относятся. И мне кажется, что-то только-то ушла совсем не в ту сторону. Давайте я вот эту видяшку закончу, чтобы она более-менее завернутая была, завершенная. Сегодня у нас 4 число, я уже, это самое, вчера я то записывала, решила все-таки ее, ту полную видяху, полную версию не выкладывать, потому что, да, все-таки там долго шла видяхалка, а сейчас, наверное. Ну, короче, да, это самое. Что я там хотела показать? А, во-первых, документация, да, то, что я там говорила про документацию. То, что там на одном ручке писали документацию большую. Вот такой вот у нас, сколько тут страничек? Тут у нас 16 страниц у меня тут. То есть я 16 страниц и списала то, как я придумала какой-то логотип. То есть мы начали тематику делания логотипа из рандомных каких-то этих линий. Может, цветы выключить, чтобы получше было? Давайте вот так, чтобы листочек было лучше видно. Рожу побольше, как обычно. Так, может, тут пошла тематику о том, что сначала там у нас, допустим, были у нас, вот этот, вот этот, какого? Просто, наоборот, чириканье было. В этом чириканье нашли какие-то формы. Какие-то формы мы взяли, это самое, их более-менее прорисовывали получше. Потом эти самые более лучшие прорисованные формы мы там развивали дальше. Эх, не переворачивайте страницы. Да, и, короче, это самое, рисовали дальше. Пытались что-то там придумать из этого всего какую-то фигню. Потом, значит, когда наконец-таки осознали, что это может быть за фирма, решили дальше делать, как же конкретно фирму саму развивать. То есть, чем эта фирма занимается, какие у неё будут клиенты, как она разговаривает с клиентами, как они в интернете или где там ещё они, это самое, ауфтрейтинг, показывают себя. То есть, какие они там, делают ли у них какие-то брошюрки, делают ли они веб-сайт, есть у них там может какая-то радиостанция, там, ну, короче, всё в таком духе. То есть, да, веб... О, господи. Corporate Design, Corporate Behavior и Corporate Identity. Вот эти вот три мусика. Всё это дело разбирали, mood board делали, короче, такая... Мне кажется, на документацию ушло примерно столько же самому времени, вот на саму вот эту описанину, ушло примерно столько же времени, сколько мы вообще делали сам этот логотип. То есть, времени было там... Я не знаю, сколько мы это делали, ну, почти что все эти полгода и делали, да? То есть, сначала как бы вводили... Сначала она ввела как бы нас в тему саму. Чё, да, когда, почему. Потом начали мы это самое черчить, рисовать, какие-то формы находить. Потом уже начали разрабатывать логотип и так далее. А потом она сказала, вот, вот теперь ваш логотип уже более-менее... Ну, уже подходит, так сказать, его разработка к концу. И теперь вы можете начать делать документации. И вот эти вот документации, это просто такое страшное слово, то что мы... Никто из нашего класса документацию не любит. В прошлом году мы делали документации к нашим проектам по веб-дизайну. То есть, это у нас... Один раз мы делали сайтик отель, к отелю какому-то. Потом мы сделали редизайн этого отеля. Потом мы сделали этот самый... Эп-эп... Приложение для телефончиков. Фуд-трак, этот самый фаргончик с едой. Потом мы сделали редизайн к этому фуд-траку. Потом мы делали редизайн одного очень говняненького сайтика. И потом мы ко всем вот этим вот пяти пунктикам, да, ко всем вот этим вот... То есть, как бы, отель, редизайн, фуд-трак, редизайн. И вот этот вот сайтик, говняненький, редизайн, да, вот к этим всем пунктикам мы тоже должны были написать документацию. И сейчас у нас тоже, это самое, надо будет писать документацию по вот этим вот, то, что я сейчас делаю по веб-шопу, не, не по веб-шопу, а по имейдж-брошюрке. Слушайте, а по веб-шопу нам не надо делать документацию случайно, надо будет почитать задание повнимательнее, потому что, если да, то я точно не успеваю нифига. И еще сейчас делаем с этой же учительницей, которая нам вот эти вот, вот это вот заставила писать, которую фальшивку мы делаем, да, фальшивка мне-то там далеко, поэтому я не буду сейчас показывать. Когда сделаю ее, тогда и покажу. И, в общем, к этой фальшивке надо будет сделать уже документацию. Вот. Ну, документация, она, как вы знаете, она нужна чисто для нас, как учеников, да, потому что мы, как бы, новички, так сказать, в этой сфере, в этой профессии, и эта документация служит для нас, как бы, таким портфолио. То есть, как бы, вот мы это сделали, и вот мы, так сказать, не устно презентуем вот этот наш результат, какой-то нашу работу, а в виде письменной фигни какой-то, да, то, что не к всем клиентам можно пойти, допустим, встречу, назначить какую-то, как сказать, ну, не у всех клиентов есть время встречаться лично, поэтому вы просто-напросто посылайте им такую письменную документацию, они это дело просматривают как-то так, да, и решают, там, брать ваш проект или не брать. Так, что у меня тут еще такого завалено все было? Да, еще сходила вчера в библиотеку, вчера? Вчера я сходила в библиотеку, после того, как я снимала эту видяшку, и, правда, куча книжечек, опять-таки, у меня это двойка по-немецкому, да, я потом, наверное, отдельно всякие видео сниму, вообще, меня так, это самое, впечатлило, что я, нифига себе, до двойки-то катилась, мне все время было только тройки по-немецкому. Я взяла книжку, это самое, грамматик-тренер, это для учеников с третьего-четвертого класса, вот, третьего-четвертого класса, эти по такой книжке занимаются. Вот, значит, все-таки, ну, есть смысл, да, как бы я никогда не верила, что у меня будет двойка по-немецкому, а тут у меня, опа-на, и двоечка. Конечно, она, скорее всего, просто на обосночительность такой мягкий и этот самый такой, все прощающий, да, но все равно. А, еще я по-немецкому, скорее всего, сыряла оценку. Моя брошюрка одна, но покажу в другом ролике, запишу. Дальше взяла книжку по WordPress, я же делала сайт на WordPress, вот, хочу посмотреть, что тут у нас, какого, что тут у нас интересненького напишут, что, чего я, может быть, еще не знаю, да, но я, в принципе, по WordPress много чего не знаю. Потом какую-то херню взяла книжка, как сделать эти самые крутые фотки по смартфону, да, я тут осознала, что у меня мой Instagram, допустим, да, и TikTok, они у меня довольно-таки запущенные, толком я ничего не возобновляю, а время уже подходит к концу обучения, и мне нужно срочно, как бы, делать себя, презентовать себя хорошо в интернете, да, то есть, как бы, у меня куча, там, аккаунтов там есть, да, там, мне там, и Xingq нам заставили, это самое, зарегистрироваться, и LinkedIn, как бы, у меня есть и Twitter, у меня есть этот самый Facebook, которых я не пользуюсь уже давным-давно, да, единственная идея, а, ВКонтакте, да, ВКонтакте я пыталась как-то себя там показать, да, но тоже, я ВКонтакте всё реже-реже захожу, в Одноклассниках я уже, не знаю, когда, вот я в Одноклассниках вообще зарегистрировалась для того, чтобы показывать фотографии своего новорождённого сына, да, то есть, 7 лет назад, для моей мамы, то есть, это ещё, как бы, WhatsApp-а у неё не было, и все вот эти фотки я просто-напросто загружала в Одноклассники, и там можно было найти, ну, и мама, когда заходила в Одноклассники, смотрела фотки моего сына, ставила лайк, радовалась, что она внука видит, да, мы тогда жили в России, она жила в Германию, вот, и, да, вот так вот, ВКонтакте почему-то она не залезала, не зарегистрировалась, она зарегистрировалась, но что-то не пользовалась этим аккаунтом вообще, она зародила в Одноклассники моего брата, и через него там что-то делала, но как только WhatsApp появился, то всё, этот самый, Одноклассники тоже ушли как-то далеко в забытие, Одноклассники уже не в тренде, Одноклассники в тренде только для людей, ну, там, 40+, может, чуть помладше, там, 30+, наверное, да, мне, конечно, уже 31, но я уже этим делом не пользуюсь, вот, я пытаюсь как бы идти в ногу с молодёжью, да, там, с 20, там, 15 даже летними, надо стараясь как-то на их волне быть, потому что вот этот вот возраст, да, от 15 до 25 примерно, да, это такой самый ходовой возраст для продажи, да, я сейчас, наверное, такой страшный, ну, не то, что некрасивый, может, какие-то слаговые, да, но это всё-таки, это такая целевая аудитория, которая покупать что-то хочет, да, это в основном вот люди как раз-таки вот этого возраста. Когда старше становишься, вот уже 28, там, 30, там уже начинаешь задумываться о том, что, как бы, нафига тебе вот какая-то, там, новые ботиночки какого-то Nike, когда можно обойтись, там, дешёвыми, какой-то, каким-то обычными кроссовками, там, в два раза дешевле, да, то есть начинаешь, как бы, уже со своими финансами больше следить, да, потому что, допустим, у тебя не получилось найти такую прям суперкрутую работу, ты, там, миллиона будешь зарабатывать, и можешь покойника, там, вот, деньги шух-шух отстёгивать на эти новые Nike, сникерсы эти, сникеры, не сникеры, а сникеры. Дальше книжечку взяла по фотошопу, да, я всё-таки решилась, вот это самое, я подумала просто, что у меня уроки мои по, там, на ютубе, они не очень хорошо структурированы, и, возможно, какие-то вещи просто-напросто пропускаю, и забываю о них рассказать, поэтому я взяла вот эту книжечку, это была единственная книжка в нашей библиотеке по фотошопу, надо было ещё пойти в центральную библиотеку, может, там что-то ещё будет, ну, я посмотрю, короче, что можно будет из этого всего, как бы, ещё объяснить, да, то, что это самое, ну, я всё-таки реально, я не все вещи вам расскажу, потому что многие вещи, я просто-напросто в тайпе манги или в клине манги, они нам не нужны, и мы, допустим, мало пользуемся, и, возможно, я просто-напросто просто-напросто даже забыла, так что я просто пересмотрю эту книжку, и, возможно, вы увидите какие-то уроки, которые меня вдохновило сделать эта книжечка. И последняя книжка, Excel, у меня муж уже несколько раз просил меня научить его пользоваться Excel, и пару раз мы даже, я даже ему уроки приватные устраивала, вот этим вот, по обучению Excel, ну, как-то, знаете, максимум два урока, а потом, как бы, третий урок уже, как вот, через полгодика, опа-на, и снова вспомнили, ой, мы же с тобой Excel пытались учить, давай ещё раз устроим вот такой урочек. Хорошо. Ну, а сейчас вот делать книжечку, может быть, снова полгода уже прошло, можно снова сделать урок следующий по Excel. Ну, наверное, как же там всё забыл, то, что было в предыдущие разы, но ладно. Тоже. Ну, в общем, вот. Вообще пошла в библиотеку, чтобы найти книжку по типографике. У нас учительница, которая как раз-таки вот эту документацию, вот эту вот мы с ней писали, вот эту вот, она нам показала книжку про то, как можно... Ну, короче, там какая-то книжка зелёненькая, может, сейчас найду, пока я буду болтать. Шрифтен Эркенен называется. Узнать шрифты. Шрифтен Эркенен. Ой, ёшкипа. Это, наверное, соседи. Сейчас, секундочку. Открываемся. Задний фонд свой сделали. Так, давайте здесь свет включу, лицо своё поменьше сделаю. У нас соседи ключи, они сломали, и уже долго-долго времени не могут их сделать, и постоянно нам звонят, чтобы мы открыли им дверь. Причём они сами живут на первом даже, чё им какого-то из дома, ну, то есть, как бы, парадная эта дверь сломалась, ключ у них. Если кто-то дома сидит, хотя, наверное, у неё никто дома и не сидит. Ладно, шрифтен Эркенен Бух. Надо написать ещё Бух. Вот она. Вот такая книжечка она нам принесла, эта учительница. И это самое. И мне, значит, приглянулось, и подумал, что вот, здорово, можно по ней, как бы, показать примеры по тайпу, потому что, мол, есть шрифты такие, есть шрифты всякие. То, что, да, это самое, ну, как бы, просто показывать как-то только примеры картинки с интернета на экране, да, по-моему, это не так интересно, нежели я буду что-то вам, допустим, какие-то книжечки показывать, что вот, вот такая книжечка, вот это вот, из неё этот самый, какого-то картиночку сделала, специально для вас-то нашла. Вот когда такого вида уроки делаешь, то, мне кажется, более заманчиво, более интересный получается контент. Вот. Но эта книжечка, я пыталась найти её бэушную, она стоит 15 евро, и мне, честно говоря, в лом тратить 15 евро на такую какую-то книжечку, чисто, чтобы показать вам шрифты какие-то, да, ну, типа, как определять тот или иной шрифт. Поэтому, да, я искала какую-то подобную книжку в бэушную, потом вспомнила, что мы ходим в библиотеку. В библиотеке нашего района такой книжки вообще не оказалось никакой, но я посмотрела в базы данных вообще всех книг, которые в городе есть. Где-то такие книжки существуют, да, ну, не точно такая, но какая-то похожая под названием, по крайней мере. Так что, да, я пойду потом ещё по другим библиотекам побегусь и найду для вас такую книженцию. Вот, значит, всё, на этом давайте заканчивать, уже 40-40 минут будет видяшка идти. Всё, на этом всё, я начинаю работать над тем, чтобы найти себе место практики. Я вот уже... Опа-на! Вот что я нашла. То есть я как бы уже по всем этим сайтикам уже пробежалась, которые мне были более-менее интересны, где я практику могу такую сделать. Ответов пока что нету, либо отказы какие-то. Ну, в общем, здесь у нас тоже есть гельбезайта, жёлтые страницы. В Германии тоже есть жёлтые страницы. Yellow page, мне кажется, они повсемирно известны как справочник, телефонный справочник. И тут я уже себе закладки делала, куда я буду там всё звонить и писать. Фух, ладно, пожелайте мне удачи, я пошла отзванивать и писать всем людям. Счастливо! 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 Счастливо!